Отлично. Вот если ты думаешь там т.д. и т.п., смотри, первое, что я хотела бы тебе сказать, это, когда ты будешь думать сегодня, подумай, какую цель ты хочешь. То есть, если ты хочешь действительно начать сниматься в кино или в рекламах, кстати, очень классно у тебя рекламный такой типаж, тоже это здорово, вот, то можешь уже начать там в Телеграме набирать там, допустим, съемки массовка, начнем вот с этого, да, вообще съемки в Турции и так далее, вот что-то в этом роде можешь уже начинать делать. Вот, поэтому страшного ничего нет, это первый момент. Ну, то есть, ты говоришь себе цель, какую я хочу поставить цель, стать народным артистом Турции. Я не знаю там, вот. Так, дальше. У меня, у меня очень много на самом деле было учеников с Украины, вот, девочка у меня сейчас, она ездит, она же, она сейчас живет Франция, Киев. То есть, она иногда приезжает в Киев, снимается в Киеве и уезжает потом опять во Францию, ну, понятно, почему там же сейчас бомбят все время, вот, и там тоже пробуют сниматься. Хотя она французский язык тоже не знает, но, по крайней мере, пробует. Вот, почему бы и да, да, Ирина Васильченко, можешь в Инстаграме ее поискать. Вот, замечательная девочка. У меня, в принципе, все мои ученики, кроме одного, я сейчас одного найти не могу, уехали за границу, сейчас, причем во Францию. Наверное, в Турцию, в Францию. Да, вот, ты в Турцию, они вот во Францию, поэтому Украину я люблю, вот. Я сюда с 2008 приезжаю. Куда приезжаешь? С 2008 приезжаю. А, в Турцию в смысле? Да, да, я просто рисую, делаю декор в отеле, внутри, там, короче, на стенках рисую. Ну, начали решать сначала не хотели, потому что, ну, может, опыт не тот, либо могли себе другого нанять. Ну, знаете, люди сами, когда друг друга чувствуют, ищут. И мне стал там рисовать прямо на центральном бассейне. Картины, которые, босс-отель, он себе некоторые в Германию, там, забрал отель себе, какой-то небольшой купил. И, ну, я не сказал, что супер-классно рисую, ну, умею рисовать, и сейчас так раскинул мозгами, что ходил там по выставкам, ну, и ваши выставки смотрел. Ну, в принципе, рисовать можно, ну, просто это уже, как бы, борьба идет самих художников, что он хотел донести. И, ну, знаете, как. Ну, конечно, а с какого перепуга? Если он тебе скажет, что ты такой супер-пупер, что ты так классно рисуешь, ты такой, ага, может, там цену попросишь повыше, может, там найдешь какую-то работу, где побольше оплачивать. Зачем я это буду говорить? Я это промолчу. Все, мы не знаем, что ли? Так, смотри, сейчас мы с тобой начинаем. Ну, я сейчас немножко тебе дам теории, и потом мы будем делать дальше упражнения. Сейчас проставлю демонстрацию экрана. Сейчас подожди. Не переключите, чтобы скорее было. Да не, нормально. Я сейчас, я буду говорить пока. Сейчас демонстрацию экрана нам поставим. Сейчас подожди. Так, отмена. Так, демонстрация экрана. Ага, вот она. Смотри, я буду чисто, чтобы тебе, нам с тобой не терять время, я просто чисто пробегусь, скриншотики тебе поскидываю. Хорошо. Хорошо. Вот, смотри. Это я скрин... Ой, тебе не видно тоже, да? Сейчас подожди, я скрин... Вот, вот, это я скрин делала. Ничего страшного. Вот. Значит, смотри. Вот так все состоит. Вот по этой схеме. Ты видишь схему АКБ? Вижу. Это схема нашей жизни, по сути. То есть у нас начинается какая-то предыстория. Это мама с папой влюбились, да? У мамы с папой произошел секс, и тут кульминация родилась я, ну или ты, да? И, значит, и у нас есть сверхзадача. Ну, сверхзадача у нас будет красиво умереть. Классная, да, сверхзадача? Красиво умереть. Не как, не абы-кабы, да? То есть я всю жизнь могу стараться на то, чтобы действительно красиво умереть. Не в пьяном угаре, там, допустим, или под наркотой, да? Или когда у меня из всех щелей бежит кровь, потому что там у меня куча венерических заболеваний, да? Нет, а действительно красиво там уснул и умер. Или ты знаешь, что вот сегодня ты заснешь навсегда там в кресле-качалке сидишь природой, любуешься и тихонько засыпаешь навсегда. Отлично. И это ли не сверхзадача, да? Ну, вот здесь у меня на картинке написано сценическая задача, сейчас тоже объясню. Значит, каждый день у нас также состоит из предыстории, то есть как я проснулась, да? Какие у меня сразу мысли побежали в голове. Говняшки или наоборот там благодарность за то, что я проснулась, медиташку послушала, зарядку сделала. Вот я сегодня, какое у нас сегодня число? Ну, пятнадцатая сходила, нырнула, у нас сейчас ноль градусов, там снег лежит. Ну, я моржеванием занимаюсь, не могла неделю выйти, у меня прям все тело уже хотело, все, и наконец-то дошла. Полезно было. Вот, потом будет кульминация. То есть кульминация у меня может быть тогда, когда, допустим, придет мой начальник, и там скажет мне что-то хорошее или наоборот не что-то хорошее, да? Или наоборот, там, допустим, ну вот кульминацию у меня сегодня, наверное, будет, когда, у меня сегодня тайский бокс, да? Вот эти вот полтора часа я буду прям полностью отдаваться, и дальше после кульминации, видишь, стрелка идет вниз, да? Это у нас, то есть к финалу идет. Вот я на этой тренировке выложилась, сходила в душ, и уже такая со спокойной совестью, со спокойной душой иду там, допустим, домой или погулять. Ну, что-то уже как бы ты себе какое-то энное время уделяешь. Вот, ну или своего мужчине, или ты там своей женщине-партнеру, ну ты уже идешь на спад, потому что ты все равно устал за целый день, как говорится, да? Вот. Теперь смотри, значит, сценическая задача, это я сейчас говорила о сверхзадаче, это о жизни. У тебя также может быть сценическая сверхзадача дня, допустим, да, что ты хочешь в итоге в конце дня получить. Там, допустим, остаться в положительном состоянии, в положительных эмоциях, скажем так. Значит, соответственно, ты целый день будешь стараться быть в положительных эмоциях, а не в отрицательных. Но зачем себе целый день портить настроение, да? Надо иногда доверять миру. Ну, это я так сейчас к философии немножко ухожу. Значит, смотри, вот у твоей кошки, я дала тебе домашнее задание сделать этюд кошки. Мы вчера делали вот это мороженое, да, ты помнишь? Так вот, смотри, у твоей кошки должна быть предыстория, то есть ты придумываешь какую-то историю. Может, она у тебя там умывается или она там есть пошла. Значит, соответственно, предыстория у меня, я хочу есть. Как я хочу есть? Я давно не ела, давно ела, то есть недавно ела. Просто хочу, вот лежала, лежала, ленилась, ленилась, а не пойти ли мне поесть? Да, и значит, вот это будет твоя предыстория. Потом вот ты, то есть кот у тебя здесь, извините, немножко. Значит, а потом ты такой идешь, идешь к миске, ты уже, допустим, поел, да, ну, то есть ты и так чисто поесть, да? То есть ты не сразу будешь, ты не будешь торопиться. Но твоей кульминации все равно там будет, допустим, ты решил три раза все-таки это молоко попробовать язычком. Он такой, да, вот, и ты тут такой, ну, все, больше есть не хочу. И, допустим, идти я тоже никуда не хочу. Такой, тут же такой лег, рядом с миской, еще так, мисочку такой подвинул, допустим, лапкой такой лежишь, отдыхаешь. То есть сценическая задача у тебя здесь будет, это, ну, поесть, да, грубо говоря, ты поел. Вот, то есть придумай, для чего у тебя кошка там куда-то пошла. Или кошка у тебя увидела мячик, да, катается, вот она лежала, 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 отдыхала, отдыхала и увидела мячик. То есть предысторию у тебя будет, я отдыхаю. Увидела такая мячик и оп, да, у нее инстинкт сработал, ну, как за мышкой они же бегают, да, или мышку она увидела, вот она, или она караулила мышку, она знала, что, вот, кстати, это интереснее будет. Она знала, что сейчас, он знал, что сейчас мышка такая выбежит, он такой сидит-сидит, караулит предыстория, я хочу жрать, я хочу жрать эту мышку, которая мне не дается, допустим, тут еще азарт появляется, да, и вот я жду-жду, и вот она выбежала. Ты бежишь, 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 и кульминация здесь будет. Или ты поймал мышку, лапкой накрыл, или она убежала. Если она убежала, у тебя другая реакция будет, а если ты ее накрыл, у тебя другая реакция, такой, вау, кульминация, ты счастлив, да, сейчас я тебя съем. И вдруг, допустим, ты лапку такой поднял и такой, оп, а она взяла и убежала. То есть, как бы ты ее все равно не смог там поймать и съесть и так далее. Ну, не надо есть в кадре, да, давай сделаем что-нибудь интересное. Вот тебе, пожалуйста. Сценическая задача у нас была поймать мышь, и она у нас убежала. Мы добились сценической задачи? Да, у нас цель была мышка, сценическая задача. У нас была поймать мышку, она убежала. Мы добились сценической задачи? Убежала. Нет, мы не добились сценической задачи, потому что мышка убежала. Понятно? Но мы стремились к этой сценической задаче. Мы ее даже практически поймали, эту мышку. Но она у нас убежала все равно в любом случае. Понятно, да? Мы не добились здесь сценической задачи. Но мы всей душой стремились ее поймать, эту мышку. Все. Но зато ловил, да. Ага. Смотри, ну это мы еще будем касаться. Вот это я тебе скину, да? Ну, этот файл. Дальше идем с тобой. Добавляем немножко. Такты и действия, крас роли. Вот у нас также идет точка А, точка К, точка Б. Значит, смотри. Такты и действия. И вот такая вот полосочка. Видишь? Я тебе потом скриншотик скину. Видишь такая полосочка? Там такая коричневенькая. Вот. То есть о чем это говорит? Такты и действия. Такты это вообще, это мы потом будем проходить. Смена мысли. Действия это на что направлены наши мысли. Мы всегда манипулируем другим человеком. Хочешь ты этого, дорогой мой, или не хочешь. В данном случае твой товарищ, работодатель, он тобой манипулирует, потому что он не говорит тебе, хорошие твои работы или нехорошие. Но и в то же самое время он тебя не выгоняет никуда, да? Он тебя еще просит что-то для сына нарисовать. И я думаю, что это все-таки бесплатно, то, что он просит для сына нарисовать. Так или нет? Он платит, он платит, но может быть забывает, не знаю. Ну и платил, он платил. Нет, вот сейчас за ту работу, которую ты рисуешь для его сына, он платит за эту работу? За эту, он не попросил нарисовать, но он может мне купить, например, билет, либо дать деньги, там штраф заплатить в аэропорту. То есть вы с ним сумму не обговаривали? Не обговаривали. Ну я тут просто живу бесплатно, питаюсь, три раза могу в день питаться, там ходить, кофе пить, чай пить, тусоваться по территории. Ладно, поехали дальше по тематике. Значит, мы никогда не говорим ровно. Мы даже, когда ругаемся, да, мы можем просто гневно смотреть, мы можем орать, мы можем до того доораться, чтобы устали, обессилены, вот так вот сели, да, все, больше не могу, да, допустим. Все, ну, и силы закончились. То есть у нас никогда не идет жизнь ровно. А и Б у нас не проходит прямой линии. Видишь, там синяя прямая линия, но мы никогда так не делаем. И плох тот актер, который выходит, я сижу иногда в жюри театральных, и вот иногда бывают актеры, которые выходят, ну я же актер, вот я в местном ДК выступаю, все мне аплодируют, говорят, какая я молодец, мне надо идти в актрисы. Но все равно надо учиться. То есть она выходит и читает монолог ровно. Если там она думает, что я сейчас буду плакать, то это будет вау прямо зритель. Нет, если ты читаешь ровно, зритель может уснуть. А вот тут как раз используются такты и действия, когда мы можем там где-то крикнуть, где-то уйти вниз промолчать, где-то там, допустим, кинуть что-то даже элементарно в человека. Вот такты и действия называют еще иногда окрас роли. И мы к этому еще вернемся. Но чтобы ты знал, что вот такая схема существует, я потом скриншоты тебе сделаю и скину. Дальше, вот вчера я говорила о полярностях. Вот они, полярности. То есть иногда мы можем там, вау, я получила главную роль, да, забегаю домой, хочу поделиться радостью. И тут мне говорят там, Лара, там умерла твоя мама, да. Соответственно, ты что будешь? Ты уже будешь в поляр. То есть ты будешь уже в грусти. Везде всегда бывает. Даже элементарно. Если ты день начал в радости, то день ты можешь закончить в усталости. Вагоны ты там разгружал, 10 штук. Ты как придешь? В любом случае, если ты там сидел, медитировал, ты придешь домой уже вот такой вот уставший. Да, все равно это полярность. Мы утром больше, у нас больше движений, больше мы двигаемся, больше делаем, чем, допустим, вечером. Но тут еще говорят, есть совы, есть жаворонки. Слушай, я была совой, была жаворонком, так что все мы это проходили, все мы это знаем. Теперь смотри, мы можем полярность, мы можем начать в грусти, да. Допустим, похороны, да, вот и как бы ты не можешь зареветь, вот не можешь. Тебе, да, грустно, тебе там печально, но ты не можешь взять и зареветь. Домой приходишь, закрываешь дверь и начинаешь просто орать, вот весь голос реветь. То есть у тебя твоя грусть, печаль, она все-таки увеличилась до истерики, скажем так. Вот. Дальше, допустим, ты такая, тебе цветы подарили, ну это сейчас, ладно, мне цветы подарили, я иду такая радостная с цветами, захожу домой, а у меня билетик лотерейный, я думаю, дай-ка я его почищу, чищу билетик лотерейный, там еще выигрывают 3 миллиона долларов, ну 3 миллиона рублей, да. Я буду по всей квартире, соответственно, бегать, и моя радость что получила, это тоже будут полярности, то есть у меня была такая радость, ну просто хорошая радость, а вот прямо сверх радость получилась. Понятно, да, то есть полярности могут, это как радость, печаль, как печаль, радость, ну я, допустим, шла такая печальная, ну потеряла 100 рублей, и я иду такая, иду, иду, меня спрашивают, а что ты такая, Ларка, да вот 100 рублей потеряла, на тысячу тебе. И я такая, вау, да ладно, понял, да? То есть это противоположность наших эмоций или противоположность наших действий? Да, ясно. Это противоположность называется, да. Что это называется? Это называется противоположность наших действий и наших эмоций. Короче, в актерском мастерстве у меня это называется полярности. Я не буду два часа говорить два слова, а это, то есть противоположность наших действий, или я скажу тебе полярность. Что быстрее понятное? Полярность понятная. Вот, это мы не будем, эту схему, это мы на оценке с тобой. Вот смотри, чтобы ты понимал, что мы вот эту всю схему будем с тобой проходить. То есть мы будем изучать сверхзадачу. Сейчас я тебе покажу одну вещь. Видишь, вот у меня здесь 17 страниц текста. Это мой персонаж. Вот это будет мой персонаж. У меня три съемочных дня. Чтобы ты понимал, один съемочный день у меня будет стоить 25 тысяч, 10 процентов я отдаю агенту. И за 30 съемочных дня, в общем, считай, сколько я получу. Ну, 75 и минус 10 процентов агенту 75 тысяч, да? Понятно, что это хороший заработок. Я могу тебе сказать, что это бывает не постоянно, но я не снимаюсь меньше 10 тысяч. Все, это у меня как бы моя планка. Ну, тем более сейчас наша инфляция, это вообще как бы ни о чем. Вот у меня здесь 17 страниц. Соответственно, вот сверхзадача. Так как у меня персонаж практически во всех сериях, 8 серий там в сериале, вот я распечатала себе, да, у меня, я могу у своего персонажа найти сверхзадачу. Я ее нашла, определила. Вот, это не то, что полностью весь сценарий, это мой текст, только текст моего персонажа. Ну, я прочитала все 8 серий, вот сейчас сижу, разбираю, значит, мой персонаж. Значит, смотри, это сверхзадача. У меня, я могу определить сверхзадачу моего героя. Это прекрасно. Я знаю, к чему. Чего? Когда вы определяете сверхзадачу, вы можете скоротить свои слова, что говорить, как действовать. Нет, нет, нет. Сейчас мы сейчас, не к этому эти просто сейчас схемы показываю, сверхзадачу мы отдельно будем проходить. Это я просто показываю тебе схему, что мы вообще будем изучать, чтобы у тебя было понятно. Вот, сверхзадачу я определила. Дальше. У каждого эпизода, вот тут, ну, это же эпизоды тут, есть сценические задачи, которые будут направлены на сверхзадачу. Это мы с тобой будем все потом проходить. Значит, мы с тобой будем проходить манипуляции, такты и действия, внутренний монолог, предыстория, препятствия будем проходить. И, значит, сценическую задачу. По пути мы будем касаться жизненных обстоятельств и внутреннего монолога. Это понятно? Вот эта схема, которую мы должны с тобой прям выучить, как актеры. Понятно? Понятно. Вот, значит, фильм у нас вот как раз из этого и состоит. Сверхзадача, точка Б, сценические задачи, которые направлены, но это будем мы потом проходить, направленные на сверхзадачу. В каждом фильме есть отдельно сценические задачи, которые направлены на сверхзадачу. В жизни у нас это все есть. Я тебе после этого урока скину один прекрасный ролик. Вот тут каждый эпизод идет. Раз эпизод, два эпизода и так далее. У каждого эпизода есть своя сценическая задача. На картинке ты видишь. И каждая сценическая задача направлена на решение сверхзадачи. Я тебе скину там один прекрасный продюсер российский. Он просто на примере жизни показал вообще, как создается фильм. Там он все это скажет, все это посмотришь. И там фильм, он показал отрывок документального фильма, как медвежонок пытается забраться на гору. Вот посмотри, вот это полностью наша жизнь. Полностью. Вот если нам понимать, что мы можем подниматься, подниматься, а потом падать вниз. Но опять подниматься, подниматься, опять падать вниз. И по жанру жизни, по жанру жизни мы поднимемся на этот верх. Просто не сразу. Это надо понимать. Почему-то вот жизнь у нас вот так вот состоит. Из каких-то вот эпизодов жизни. И не факт, что этот эпизод закончится вау. Но если мы продолжим делать следующий эпизод, и он опять не получится вау, то это не значит, что мы проиграли. Как Эдисон, по-моему, тысячу раз лампочку создавал. И на третий, допустим, у нас получится, мы доберемся до этой вершины. Просто сначала надо упасть. Вот это какой-то, это я не знаю, кто придумал. Бог, что ли, придумал вот такой вот сценарий жизни, вот реально. И вот смотри, кульминация. Тут буква К стоит, видишь, зелененький такой квадратик, да? И у каждого эпизода будет кульминация, у каждого эпизода. На каждом эпизоде это кульминация, да? Да, да. У каждого эпизода будет кульминация. То есть, допустим, мы с тобой ругаемся, ругаемся, я сразу молчу, молчу, молчу. Меня вдруг достало, я подхожу и стукаю тебя. И ты опешиваешь, как так, почему? А я тут смеяться начинаю. Да потому что там, допустим, я устала, все. Больше как бы не могу, да? Вот это будет кульминация. Ну, это мы потом тоже более подробно, так, чтобы ты понимал, что всегда вот это вот есть. Это жанр жизни. Дальше. Теперь я тебе даю домашнее задание, которое ты должен будешь сделать. Так, это не будем пока проходить. Это сложно для тебя будет пока. Так, ну, я думаю, что это. Значит, смотри. Первое, что... Сейчас я выключу демонстрацию экрана. Тебе больше это не надо. Просто сейчас ты домашнее задание запишешь. Значит, что ты должен будешь сделать по нашей схеме, и потом мы дальше с тобой идем упражнение делать. Значит, смотри. Берешь три стула. Ну, соответственно, камеру ставишь дальше, потому что тебе надо вот эти три стула переносить. Значит, мы сейчас будем с тобой закреплять нашу кульминацию, скажем так. Ты берешь, допустим, предлагаемые обстоятельства, о которых мы вчера говорили с тобой, да? Допустим, свадьба, и тебя попросили стулья расставить. Ты, соответственно, сразу начинаешь понимать. У тебя три стула. Кому ты какой стул будешь ставить? Или ты просто там гостям в конце там, гостям в конце выставляешь стулья, ну, понятно, что в конце уже сидят не самые близкие, да? Или там, допустим, вот этот стул для жениха, этот стул там для невесты, этот стул там у невесты для мамы. Соответственно, ты к каждому из них как-то относишься. Допустим, жених твой самый классный друг, да? Соответственно, как ты понесешь стул, это уже совсем по-другому будет. Но невесту там, допустим, ты терпеть не можешь. Мама, ты, допустим, там тоже льё, она вообще дебилка полная, мама, допустим, да? И ты по-разному, соответственно, понесешь стул. Дальше смотри, здесь твоя задача сделать кульминацию. Вот ты несешь, несешь стул, да? И, ну, принёс, поставил. И такой, понимаешь, что ты как бы тут жених будет сидеть, а ты принёс стул невесты, да? И ты берёшь этот стул, переставляешь на место невесты. Или ты шёл-шёл со стулом, запнулся, пошёл-поставил. Но делай это естественно, пожалуйста, не играй. Просто вот как в жизни, просто попробуй для начала сам взять стул, поднять, перенести, поставить. Вот как ты вот, интересно, да? Вот как я обычное действие делаю? Вот как я действительно делаю обычное действие? Интересно же уже становится, да? Вот, в общем, это сделаешь. Три стула твоя задача, но сделать кульминацию. Может, ты несёшь-несёшь такой, фу, устал, да? Сел на стул, посидел, подумал там, а куда вот эти остальные стулья там ставить и так далее. Поднял, дальше понёс, поставил. Может, у тебя там эти стулья просто надо музыкантам поставить. Соответственно, вот ты поставил там, подвинул его ногой, чтобы он там нормально всё сидел. У Пипитра там, допустим. Ну, это воображение там дальше тоже. Твоя просто задача, не надо ничего расставлять, никакую мизансену. Ты просто, твоя задача перенести три стула с кульминацией. Понятно это? Да-да-да. Значит, дальше. Ну, то есть, я буду переносить эти стулья и думать о гостях. Как бы, ну да, то есть, допустим, ну, например, характер, какой я, как я рассуждаю о том, кто будет и как ставить стулья, да? То есть, как ты будешь ставить стулья. Короче, не заморачивайся. Берёшь стул, относишь, ставишь. Только там делаешь кульминацию. Допустим, ножкой, ногой его подвинул, да, чтобы он посмотрел, устойчиво ли стоит. Берёшь второй, несёшь, такой, вау, так, я его сюда вообще поставил, не сюда, нет, мне надо же в другое место этот стул отнести. Развернулся, отнёс его в другое место, там поставил рядышком. Третий стул там, допустим, понёс вообще, несёшь, несёшь, и решил его на голове понести. Одел на голову, дошёл, снял, поставил. Понятно? Не заморачивайся. Чем проще, тем лучше. Вообще, вся красота жизни, это в простоте, на самом деле. Вот эти вот философские, умные, ой, это не для меня немножко. Ну, хотя я люблю философствовать, но. Мы с тобой пляшем от простоты. Я никогда, я не понимаю, уже третий урок, почему ты, когда говоришь, ты зависаешь, не могу понять. Ладно, идём дальше. Так, с этим всё понятно, с тремя стульями? Да, я записал. Там все задания. Ну, я тебе потом скину, значит, вот эти все скриншотики тебе сделаю, все схемы тебе скину. Это первый момент. Второй момент, я тебе ещё скину вот видео, о котором я тебе говорила, да? Это был мастер-класс замечательный. Продюсирование как стиль жизни. Ой, как я там кайфанула. Столько получила информации. Причём человек так интересно её давал, что я прям там внутри себя сидела хлопала. Теперь, значит, простая походка называется. Тебе, опять же, надо будет снять, поставить камеру подальше. Ну, то есть, чтобы видно было, что ты идёшь. Смотри. Значит, что ты можешь просто от одной стены пойти к другой. Ну, если камера не берёт... А, кстати, можешь вот так вот снимать. То есть, вертикально. Вертикально же? Нет, вертикально, горизонтально. О, право-лево и горизонтально-вертикально, это у меня проблема. Кстати, пробы всегда снимаются вот так. Камера держится вот так, вертикально. Понятно это? Да. Значит, смотри. Твоя задача просто, представь, что тебе режиссёр... Условно, ты снимаешься в какой-нибудь массовке. И режиссёр, значит, говорит, так, ребятки, вот надо от этого угла пойти к тому углу. И ты такой, вау, здорово, я с Ларой Шумп это проходил, эту тему. И, значит, что ты делаешь? Это тем самым ты выделишься, в принципе, из массовки. Ты уже понимаешь, а зачем я туда иду? Сразу вопрос тебе задаёшь. А зачем? Допустим, я иду туда за книгой. И вот ты, когда снимаешь свою, ну, вот эту простая походка, да, ты стоишь, у тебя будет предыстория. То есть ты задаёшь себе вопрос, а для чего я туда иду? Допустим, взять книгу. Значит, я иду к шкафу, я уже вижу в воображении шкаф у себя, я подхожу, что я делаю? Шкаф, допустим, закрыт. Тогда кульминацией что будет? Ну, в смысле, да, шкаф закрыт. Книги там лежат, шкаф закрыт. Что может быть кульминацией? Кульминацией может быть закрытый, сильно закрытый шкаф. Сильно, говорит, закрытый шкаф. Нет, это не кульминация, это предлагаемые обстоятельства, я тебе сказала. Что шкаф закрыт, что может быть кульминацией? Скользкий пол. А при чём тут скользкий пол и закрытый шкаф? Подсказался? Нет, в актёрском это будет вторая история. Вот наши снимают вот так вот фильмы. У них могут быть две параллельные истории и непонятно вообще ни о чём. Нет, смотри, должна быть одна история. То есть шкаф плотно закрыт, ты пошёл к нему. Какая может быть кульминация? А если шкаф плотно закрыт, а ты пошёл к нему, упал, подскользнулся, да, пока я тут два часа вставал, в итоге взял я эту книгу, не взял я эту книгу и так далее. Зритель уснёт. Мы сейчас отрабатываем с тобой кульминацию и вот эту нашу схему. То есть предыстория, задача и кульминация. Так, что может быть кульминацией? Шкаф закрыт. Ты к нему пошёл, ты сказал, что вот у тебя предыстория, я хочу что-то почитать, что-то лёгкое, какой-нибудь детектив. А, у меня есть шкаф с книгами, пойду-ка я туда. Значит, я пошёл туда, к этому шкафу, чтобы взять, найти детектив и почитать, посидеть. Что может быть кульминацией? А шкаф оказался закрыт. Это твой шкаф, это твой шкаф, ты у себя дома. Я поднялся, может быть кульминация, со стула и пошёл... Нет, это начало, это начало. Ты уже подошёл к шкафу, что может быть кульминацией? Шкаф закрыт, что может быть кульминацией? Рукой. Да, я смотрю на дверь, её тяну за ручку. Может быть, может быть, и тут понимаешь, что как бы шкаф закрыт, тогда ты можешь развернуться и пойти за чем? За ключом, если он под ключ. Молодец! Ну, это будет вторая история, но вот я действительно подошёл, хотел открыть, шкаф закрыл. Ты добился задачи? Да, да, да. А, нет, не добился. Не добился, потому что закрыт был ключ. Да, ты не взял книгу, давай конкретнее говорить. Ты не взял книгу. Вот, и ты ушёл. Это может быть кульминацией. Молодец, детка. Вот об этом я... Вот ты первый из всех, кто сказал, что... Значит, я тут не добился, потому что, значит, я подёргал за ручку. Ещё какой вариант может быть? Ты пошёл за ключом. А мог ключ быть у тебя сразу? Нет, он не мог бы быть у меня сразу. Нет, мог. Это ты, я же тебе сказала, предлагаемые обстоятельства, ты у себя дома. Ты в предыстории... Ты в предыстории решил, что я сейчас хочу почитать. Сейчас мы с тобой учимся анализировать ещё, к тому же. Ты в предыстории сказал, что я хочу почитать. Отлично. Ты... То есть ключ у тебя уже мог быть. Тогда кульминация, что может быть перед шкафом? Ты знаешь уже, что шкаф закрыт. Что может быть перед шкафом? Какая предыстория? Ой, кульминация. Кульминация? Да. А может быть... Где мы находимся... Я... Кульминация... Ключ... Закрыт ли шкаф на ключ или не закрыт на ключ? Думать об этом, когда идут. Ну, зритель не видит, что ты там думаешь. Давай мы сейчас проще. Давай просто. У тебя ключ. Ты у себя дома. Ты пошел к шкафу. За книгой. Шкаф закрыт. Ты знаешь об этом. Что может быть кульминацией? Ну, шанс, что может быть он не закрыт. Так, я поняла. Достать ключ. А, достать ключ. Все очень просто. То есть ты подошел к шкафу, достал ключ, открыл шкаф, достал книгу и пошел обратно. Скажи, пожалуйста, ты добился сценической задачи? Да, добился. Добился. Предыстория была? Была. Да, ты хочешь почитать, полежать. Ну, вот как ты мне сказал, что давайте мы там с вами будем заниматься на природе. Да, и вот я хочу взять книгу сейчас, чтобы пойти полежать на природе отдохнуть. Отлично. Я взял вот этот вот, то есть у меня была цель, я подошел, кульминация была. Кульминация была. Я достал ключ. Скажем и открыл дверь от шкафа. Да. Вот. То есть ты добился своей задачи. Молодец. Отлично. Теперь, в общем, смотри, тебе решать. Может, это будет не шкаф с книгами, да, а что-то другое. Но в любом случае у тебя должна быть проходка. То есть ты знаешь, куда ты идешь. Ты знаешь уже свою кульминацию, какая она будет. Это мы сейчас в легкие, знаешь, как в детском садике мы сейчас вот это все отрабатываем. Чтобы это в твоей голове вот отложилось, что все так работает. Все. Кино, эпизод тоже самое так работает. Я там, у меня там эпизод, допустим, со сценической задачей собратить мужчину. Ну, то есть переспать с ним, да. Условно говоря, что я делаю. Мне там костюмер одевают, там, соответственно, платье там с таким, декольте, где сиськи выпадают, там, короткое, да, на больших каблуках. Там ногти у меня красные, помада у меня красная. Духи там у меня шикарные, обалденные, да. И вот я захожу, дверь эту открываю, потому что мне надо его собратить. Ну, это я делаю открытым текстом, иногда бывает с закрытым текстом. Мы с тобой это потом дальше будем проходить. Это открытый текст. Легкий, открытый, несложный, да, для тупых. Открою, кто там, да, называется. Я такая стою, значит, так еще облокотилась на этот косяк. Потом такой кошачьей походкой к нему иду. И при этом у меня, допустим, здесь молния. Я такая ее открываю. Я говорю, вау. Это будет моей кульминацией. То есть дальше я буду видеть, он согласен уже на секс или нет. Тут уже сразу понятно, да, будет. Потому что, вау, я тут сиськи, а у меня тут, ну, нет, допустим, лифчика, да. Я открываю ему такая, и, допустим, начинаю там вот так вот пританцовывать. Он, соответственно, все равно реакцию даст, согласен он на секс или не согласен. Но если я вижу в его глазах, что он согласен, или он может просто мне сказать, иди сюда, детка. И я иду уже к нему, и там уже замыливается все, и кадр на этом заканчивается. То есть понятно, что мы переспали. Ну, сейчас в кино же нельзя. Постельные сцены, курение. Вот, поэтому мы вот это вот так вот заблюрим. Просто это, да. Но у меня есть предыстория. У меня есть задача, и у меня все равно в этом этюде есть кульминация. Просто я об этом уже не задумываюсь. Понятно? Да, да, да. Отлично. Ага. Вот, твоя задача сделать простая походка и стулья переставить. Понятно это? Да, понятно. Отлично. Ну, все, идем с тобой делать простые упражнения. Все. Вот смотри, у нас, в принципе, так практически будет с тобой каждый урок. То есть я даю теорию, и затем мы даю домашнее задание и практикуемся. Так, сейчас, секунду, мне надо открыть. Так. Ты домашнее задание делаешь? Да, я сегодня отрабатывал. И вчера, когда гулял по городу, у меня есть личная походка, и вообще мне нравится экспериментировать. Я когда хожу, особенно когда я в городе не знаком, и что-то делать, но чтобы это было, например, я хожу, да, я понимаю, что мне надо изменить походку. А потом я нашел книгу «Ходьба и бег», и там рассказывается людям, которые занимаются делами, им надо больше ходить, чтобы ты, например, на работу идешь не 300 сантиметров, а идешь там 50 метров или сколько, да, до работы. И ты себе специально в ход, и у тебя идет, ты думаешь о том, что ты будешь на работе делать. То есть эта книга там написана. Я тебе не про это домашнее задание. Этого домашнего задания я тебе не давала. Это твое личное домашнее задание, и можешь заниматься, и так далее, и тому подобное. Я тебя поняла. Смотри, вот пройдем такты и действия, и я специально тебе дам домашнее задание. Вот конкретика еще, кстати. Прочитай еще, пожалуйста, ее еще один раз, потому что, видимо, не понял. Конкретика. Почему нет? Ты сейчас разговаривал, у тебя рассказ шел неинтересный. Тебя неинтересно было слушать. Почему? Потому что там не было существительных. Там не было то, что меня вовлекает в этот процесс. Это нормально. Это не надо бояться. Надо уметь просто конкретно разговаривать. Когда ты почитаешь детские сказки, вот прямо берешь и читаешь детские сказки. Понятно? И там все написано очень конкретно. У тебя, когда ты читаешь детские сказки, там вызывает все игру воображения. И ты начинаешь читать. Вау! Так-так-так-так-так-так-так-так. Это интересно становится. Понимаешь? Вот то же самое нам надо уметь говорить в жизни. То есть не о-о-о, я хочу быстрее сказать. Нет, не быстрее хочу сказать, а конкретнее хочу сказать. Вот прямо цель себе поставить. Конкретнее говорить. Я иду в незнакомом городе. Походка. В чем заключалось это упражнение у тебя? У меня я делал вот это как вперед, потом опа, я там себе дистанции делал. Ну как? Все, я тебя поняла. Вот смотри. Мне не надо, чтобы ты это делал в городе. Я хочу, чтобы ты это сделал в помещении, сосредоточился на себе. Вот ты вот это вот так вот прошел, выписал себе. Только опять же, вот видишь, я тебя даже не дослушала суть, а вот сейчас ты мне конкретно все сказал, и я сразу все поняла. Понимаешь, ты начал так издалека, я думаю, какой, что, в каком городе? Я ничего не понимаю. Что ты мне дал? Я иду в незнакомом городе, делаю упражнения на концентрацию на определенных частях тела. Чувствуешь разницу? Я уже начинаю понимать на определенных, я говорю, потому что конкретно. Вот чтобы научиться говорить конкретно, читай детские сказки. Прямо подчеркивай. В одном предложении там существует только прилагательный, существительный глагол. Все. Понятно это? Понятно. Вот. И я попрошу тебя все-таки сделать это в комнате для того, чтобы ты больше концентрировался на себе. Мне не надо, чтобы ты концентрировался на людях. Мне не надо, чтобы ты экспериментировал это с людьми. Я хочу, чтобы ты в первую очередь сейчас научился работать с собой. Вот это самое главное. Научиться работать с собой. Остальное все пока для меня по барабану. Поэтому ты прошел там, допустим, пятой точкой, да? Ага. А как у меня поменялась походка? Ага. А что я сейчас начинаю ощущать? Ощущать. Ага. А ощущается ли моё... Ощущаю ли я разницу между ощущением, когда я иду пятой точкой и когда я иду передом? Ну-ка. Прошел, допустим, пятой точкой, потом передом прошел. Ага. Слушай, разница есть или нет у меня? И потом передом... То есть сначала пятая точка, потом передом, а потом вот можно уже экспериментировать. Отличается ли чем-то, когда я иду пятой точкой и передом, да? Или не отличаются у меня мои личные ощущения? Потому что я буду спрашивать тебя про твои ощущения. А что я чувствую, когда я иду чакрой сердечной, да? Ну, то есть с желудком. Попробую именно с желудком пойти. Даже не с сердечной чакрой, а вот именно с желудком. Можно даже попробовать поесть перед этим. Тяжело мне тут, не тяжело. Вот. Понятно, да? Я рада, что ты любишь экспериментировать. Вот поэтому ты, кстати, молодо выглядишь. Спасибо. Нет, потому что ты живешь. Понимаешь, твой мозг понимает, что ему не надо еще умирать. Ух ты, у нас сколько всего интересного мы не сделали в этой жизни. Ведь человек начинает умирать на самом-то деле, когда он понимает, а что я живу вообще? А что каждый день все обычно? А что так скучно? И все. И это получается неинтересно. Так, давай мы сейчас немножко с тобой поднимем нам настроение. Там можешь? У тебя нормально пространство вокруг тебя? Потому что сейчас не обязательно. Ага, отлично. Вот смотри, мы сейчас будем трясти левой рукой, правой рукой. У нас разминка. Вообще-то я хотела ее вначале сделать. Ну ладно. Потом левой рукой, правой рукой. Все. Сначала начинаем по восемь раз, потом по семь, и потом идем уменьшаться. Ну, руки лучше опусти, чтобы тебе проще было. Готов? Так, сейчас. Я тоже тут все расстояние делаю. Так. Поехали. Восемь. Восемь левой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Левой ногой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Правой. Левой рукой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Правой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Левой ногой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 подняли себе настроение, мы большие молодцы, так, теперь смотри, это мы сделали, сейчас мы с тобой поиграем жесты через стекло, ну, то есть, вот представь, что ты находишься сейчас в Турции, я нахожусь сейчас в Москве, вот представь просто, да, у нас с тобой отключился звук, и твоя задача мне жесты, мне это все показать, кстати, мне это упражнение недавно пригодилось, не помню где, вот совсем недавно, вот из головы вылетело, помню, что мы жестами, какими-то людьми через дорогу разговаривали, потому что кричать было бесполезно, там транспорт большой, и вот я, значит, такая, о, Лара, я вспомнила свое упражнение, значит, мне пригодилось, и я им тым-тым-тым, тым-тым, куда-то через мост, там есть мост, перейти, т.д. и т.п. Понятно, да, в общем, я попыталась там им все объяснить, вот, благодаря этому упражнению, так что все пригождается, так, значит, принеси мне шапку, я ее забыл, ты вот как раз в шапке сидишь, соответственно, ты должен, вот здесь внимательно послушай предложение, принеси мне шапку, я ее забыл, то есть принеси кто? Шапку, я ее забыл, давай, показывай, я должна тебе с Москвы привезти в Турцию шапку, давай, жестами без слов. Ага, подожди, так, это слишком много, там всего слова, принеси мне шапку, я ее забыл. Угу, как принеси может? Угу, так, молодец, 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 все, я тебя поняла, правильно сделал, принеси, ты, да, а вот как можно было сделать принеси? Принеси мне шапку, я шапку забыл, вот был, да, да, понятно, молодец, но ты все сделал, кроме принеси бы, вот так добавил? Да, это... Так, идем, вынеси мне денежки на мороженое. Угу. Угу. А... Смотри, в данном случае это подойдет, почему? Потому что мы вчера с тобой показывали мороженое, кстати, мы вчера еще две лампочки не показали, сейчас мы это закончим и покажем еще лампочки. Смотри, солнце мое, да, но если я, если человек как бы с тобой не занимался актерским мастерством, как он догадается, что вот это такое, а как он догадается, что вот это такое? Это может быть банан? Это может быть все что угодно, и банан. Да, да, да. А как мы мороженое покажем? Как понимают сразу, что это мороженое? Мороженое? Ну как сразу? Это я поняла. Это мы с тобой проходили. А человек, который не знает, он скажет, ты что, тыкву показываешь? Во, молодец. Еще раз покажи. Вот, только не мороженое об язык обычно делаю, а язык об мороженое обычно. Во, 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 и сразу понятно становится, что это мороженое. То есть, смотри, тут-то задача, чтобы партнер тебя понял. Хотя ты тоже молодец, Лара, ты же поняла, что это мороженое, да. Но я хочу уточнений, я хочу конкретики. Итак, дальше. Очень пить хочется. Покажи мне, что тебе очень хочется пить. Молодец, молодец. Выходи гулять. Молодец. Я не хочу домой. Не знаю, вы там пели, нет, не пели. Там, у оленя дом большой, он глядит свое окошко. Что-то зайка мимо пробегал, лапка, что-то мне давай-ка. Он там дом показывал, вот так вот. Понимаешь, ассоциация сразу у людей, да, то есть я... Сразу понятно тебе? Да, сразу, я сразу заметил. Вот, да, то есть коротко, ясно и понятно. Очень любит. Все, отлично. Молодец. Я на тебя обиделся. Ты на меня обиделся. Сидишь там в Турции, на меня обижаешься еще. Я тут заснеженной в Москве ноль градусов. Давай. О, какой драматический жест! А можно проще? Покажи просто, как ты лицом, как ты обижаешься и на кого? Давай. Давай, как ты просто обижаешься и на кого? Пусть наиграно, но прикольно получилось. Так. Значит, домашнее задание пиши. Придумать своих два жеста и снять. Чтобы я их поняла, смогла расшифровать. Может два, может три. Видишь, как много домашнего задания, да? Я тебе... Там-то маловато было домашнего задания. Я тебя прямо завалила домашним заданием. Да, очень много заданий. Поэтому надо все заранее снимать. Не ждать до последнего дня. Так, значит, ну просто там можешь два. Можешь, ну ладно, можешь один придумать там жест какой-нибудь. Но чтобы я его посмотрела в видео и поняла, что, допустим, мне говорят, Лара, пошли поужинать, допустим, условно говоря так. А это может быть пантомима? Ну, не усложняй. Зачем тебе это надо? Вот как мы сейчас быстро все это делали. Зачем тебе это надо? Тебе надо просто въехать. Конкретно показать жесты. Конкретно, вернее, показать то, что ты хочешь от человека добиться. Кстати, это работа со сценической задачей та же самая. Я хочу, чтобы она мне сейчас там дала свой номер телефона. Ну, условно говоря, но это сложновато немножко будет там допустим. Я хочу, чтобы она там сейчас показала мне язык. Все. Понятно, да? То есть я хочу, я показываю ей язык, сижу. Ну, погоди мне уже в ответ язык-то. Вот, понятно, да? Вот, отлично. Так, идем к нашим замечательным лампочкам. И, кстати, вот очень интересно. Скажи, пожалуйста, а кульминация вот вчерашней у нашей лампочки, которая висела в подвале, какая была бы? Была, есть. Какая? Кульминация? Кульминация. Кульминация. Меня слышно? Да, кульминация. Какая была у твоей лампочки вчера, которая висела в подвале? Она у тебя была я, и причем она у тебя была очень яркая. Кульминация пойти на улицу в общество? Нет, нет, нет. Это желание лампочки. Кстати, оно исполнится. Когда она перестанет работать, гореть, ее выкрутят и вынесут с подвала, и она попадет в прекрасное-прекрасное солнце в мусорке. Так, давай. У тебя там была очень хорошая кульминация. Кульминация? Я шатаюсь от удара головой, зацепился там или чем-то. Да, но у тебя там еще был один момент. Ты прямо так его хорошо показал, ярко, вчера. Не выключай, Свет, помнишь? Ах, я провожал его взглядом. Да, 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 да. Вот у тебя была кульминация, он все-таки выключил. Хотя могла быть и так. Нет, да, нет, нет. Вот когда ты все-таки вот так вот, ну, не выключай. Вообще здорово, молодец. Вот это была твоя кульминация. И потом тебя выключили. То есть ты пошел на спад. Ты не добился своей сценической задачи. Тебя выключили все-таки. Так, ну что, поехали. Лампочка номер два. Сейчас мы... Ты просто это делаешь, и мы потом с тобой обсуждаем, где у нас была кульминация. Может, ты сразу ее решишь в голове, куда поставить эту самую кульминацию. Итак, значит, лампочка. Твоя лампочка висит, допустим, в Большом театре. Вот там пол. Она висит такая со многими лампочками. Она там висит, да. Она ярко светит. Там у них бусины такие красивые, которые там постоянно моют. Она, в общем, ухоженная такая лампочка. На всех глядит свысока. Во-первых, какой у нее может быть здесь характер? У нее каменный характер. Вот я тебе уже подсказываю. На всех смотрит свысока. Она высоко живет. За ней ухаживают. Пыль протирают. Вокруг светит куча лампочек. Тут везде одна красота. А там ходят какие-то людишки мелкие. Какой у нее может быть характер? Высокомерная. Молодец. Она высокомерная. Я смотрю на всех свысока. Да? Давай попробуешь показать мне этот маленький этюд небольшой. Два часа там не надо его показывать. Поехали. Лампочка. Высокомерная лампочка? Да, высокомерная лампочка. Да. Ну, ты там два часа будешь так стоять? Да. Высокомерная лампочка. Во-первых, она куда будет смотреть? Никуда. Да, нифига подобного. Чтобы подпитывать себя, свое высокомерие, мы унижаем других. Понимаешь, в чем дело? Кого я буду унижать? Людишек, которые снизу ходят. Вы что, придурки? Вообще-то я вам свечу. Я вообще-то тут звезда первой величины. Если бы не я, вы вообще бы тут не ходили бы. Ты, понимаешь, у меня идет внутренний монолог. Я унижаю других, за счет этого я становлюсь. Вот, я королева. Да? Соответственно... Соответственно... Я хотела сказать, что-то Киркоров у меня сразу начал просыпаться. Вот, я смотрю на них высокомерно. Все. Потом меня выключили. Как я буду выключаться? Медленнее, чем лампочка в подвале. Да? Вот так вот. Моя кульминация может быть там, допустим, я посмотрела на соседки, на соседей еще. Такая подвиньки, дуры. О, вообще вокруг меня одни дебилы. Ну, прям на елке. Давай, попробуем. Внутренний монолог еще отрабатываем. Твоя задача – искать высокомерие. Подпитывать себя высокомерием. Давай. Долго уже. Долго. Долго. Непонятно и долго. Непонятно и долго. Одно лицо каменное. Во-первых, смотри. Во-вторых, кульминацию мы можем сделать в итоге-то, если у нас все равно лампочка человечине... Понятно, да? То есть, как-нибудь на кого-нибудь пшикнуть мы можем. Вот. А? Мне как... Я включился, я выключался, делать так же сам. То есть, я не знаю... Да, вот я... Ничего страшного. Ты просто это долго все затянула, и я не вижу твоего лица. Понимаешь, что там у тебя происходит? У тебя лицо вот такое было? Такая, знаешь, старая лампочка. Пять лет уже такая прослужила уже. Блин, тогда ж я умру-то. Чего-то как-то уже жить надоело, да? И вот это так полчаса. Этюд должен быть коротко, ясно и понятно. Понятно? То есть, сделай себе три точки, как мы тогда с игрушкой с тобой вчера делали, да? Да. Давай, повтори за мной хотя бы. Поехали, работаем. Поехали. У тебя любопытная, потом злая, но не высокомерная. Во, во. Высокомерная лампочка не будет делать кучу движений головой солнца. Поверь мне, ей этого не надо. Она высокомерная. Дура. О, тебя даже пыль не сняли. Бегает тут. Хы, от вас воняет даже. Делай. Делай себе. Три точки получилось. Раз точка, два точка, три точка. Как с игрушкой. И финал у нас. Вышли на финал. Лицом показали. Давай. Давай. Кульминации не было. Сделай мне сейчас лицом кульминацию прямо. Не делай уже руки наверх. Сделай лицом кульминацию. Могу. Я хотел... Не можешь. Сделай просто лицом кульминацию. Что и воняет. Духами там воняет. Давай. Духи не переношу. Давай. Фу, воняет. Фу, воняет. Высокомерная лампочка так не будет делать. Она себя уважает. И вот так вот она не будет делать. Фу, воняет. Давай. У нее чем меньше движения, тем лучше. Фу, воняет. Только без слов. И поярче. Давай быстрее. Фу, воняет. Без слов я сказала. Без слов. Подей лицо. Я хочу ярко видеть твое лицо. Всю гамму эмоций и чувств на лице. Давай. И заснула лампочка. Вау, молодец. Вот мне это надо было. Понятно? Опять сделал, правда, слишком долго. Не надо было так слишком долго. Это все быстро делать. А так молодец. Молодец. То есть вот оно у тебя было нарисовано. Понятно? Мы немножко это сделали преувеличено. И последнее давай. Ладно, сделаем завтра уже. Твои сегодня победы. Скажи мне, пожалуйста. Победы. Победы. Дорости, чтобы такое место занимаешься. Так. Еще ходьба. Вот эти передачи. Показывать человеку, что ему нужно, например, купить мороженое. У него нет денег. И дай мне денег из Петербурга. Вот опять, вот смотрите, начал опять манную кашу по тарелке рассказывать. У меня получились жесты через стекло. Я показал жесты. Я большой молодец. Особенно очень хочется пить. Разницу чувствуешь? Угу. Конкретно. Старайся говорить коротко, ясно и понятно. Конкретика. Так. Мне понравилось сегодняшнее занятие. По поводу понравилось. Я хотела тебе скинуть видео. Сейчас себе запишу. По поводу понравилось. У нас не должно быть вообще этого слова в лексиконе. Мы не скидывали видео. Не понравилось. Это интересно и не понравилось. Да. Это запрещенные слова пусть у нас будут. Я тебе скинула, да, это видео. Замечательно, чудесно. Так. Интересно и понравилось. Лучше, не знаю, интересно не говорить. Нет, лучше моя победа в том, что... Я молодец. Взял и перевернул кепку, чтобы Лара видела лучше мое лицо. Я победитель. Я победитель, Лара, что я вчера сдержался и не написал тебе ни одного смс-сообщения вечером. Я крутой, я молодец. Вот. Я победитель. То, что я закрыл сегодня шторы перед нашим уроком. У нас нет контрового света. Мои победы в том, что я делал упражнения для расслабления рук и ног. Анна, там еще мне понравилось, что ты уменьшаешь счет, и ты делаешь это потом быстро-быстро. Это очень понравилось. А, ты имеешь в виду 7, 7, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 1, 1, 1. Да? Это хорошее упражнение, на самом деле. Ну, мы так зажим и снимаем перед уроком. Или во время урока, когда мы там устанем. Молодец! Так. В начале урока мне понравилось тоже что-то, уже сильно не помню, что мы делали. Опять понравилось. Ой, нет, мне стал, я победил в этом. У меня была победа, которая... А, мне понравилось о том, что мне нужно делать, выполнять упражнения не где-то на людях, и чтобы смотреть на них и показывать им, ну, там, то есть... Тогда в таком случае я сделал вывод, я большой молодец, я сделал вывод, я большой молодец, что я буду делать упражнения на ощущение своего тела дома. Я это понял, я это принял, я это сделаю. Вот тебе, пожалуйста, коротко, ясно и понятно. Ясно? Да. Так, ну что ж, Игорь, тогда мы с тобой встречаемся в понедельник. Ты делаешь, ты все домашнее задание снимаешь до понедельника, высылаешь мне, я его смотрю, время остается, мы делаем с тобой, продолжаем упражнение. Понятно? Мне еще понравилось то, что вы мне... Понравилось? Я наконец-то добился какого-то продвижения в тех уроках, которые вы мне даете. Они выглядели из точек и палочек, которые показывают план работы актера, и оно еще полезно в жизни. Я сделал вывод, что актерское мастерство еще и полезно в жизни. Вот я тебе еще короче сказала. Я большой молодец, я сделал вывод! Отлично, Игорь, мне с тобой очень, на самом деле, приятно заниматься, вот реально приятно. Вот, поэтому мы, я думаю, с тобой добьемся результата, потому что... Ну, я еще посмотрю по домашнему заданию, как ты делаешь, как ты высылаешь. Я еще ни разу не получала от тебя домашнего задания. Вот, это не значит, что ты должен его правильно делать. Пожалуйста, сделай вот так, как ты понимаешь. Вот это очень важно. Не старайся сделать его правильно. Старайся сделать так, как ты его понимаешь. Тогда я буду понимать, как я тебе объясняла. И ничего страшного будет, если я переобъясню тебе это задание через то, как я увижу, как ты понимаешь. Переобъясню тебе это задание. Ты его переделаешь там уже потом, там, ну, на следующий урок, когда у нас опять будет практика. Понятно, да, урок практика, у нас идет урок теория, практика, теория, практика. Понятно? А могу еще спросить, мне это очень понравилось, я два дня работал. Понравилось? Мне очень захотелось... Нужно узнать, захотелось узнать. Так, о чем? Передвижение. Игрушки. Игрушки, да, вот сюда, а потом туда. Да, я это пробовал снимать на видео и смотрел, как я это делал, что я спал, и у меня ночью аж голова гудела, как это делать. А, вопрос, как это делать, никак не делать, ты просто видишь воображение, этот предмет, ты его просто переносишь, этот предмет. Потренируйся сначала, еще раз говорю, кружку перенес, телефон перенес, ноутбук перенес, стул перенес, воображение энергетически его почувствовал. У тебя же эта игрушка, она тоже энергетическая получается, ты просто энергетически игрушку переносишь сам, как бы взгляд. Вот как рука берет стакан, да, вот она взяла его, переставила в другое место. А теперь попробую воображение, рука взяла, перенесла кружку, воображение. Вот сначала сделай так, рука поднялась, поставила кружку, а теперь воображение, рука поднялась, перенесла кружку. вот попробуй так могу еще сказать вам пару слов по поводу этого я когда там рисовал брал кисточку или что-то там вызывал сок из апельсина я следил за этим как оттуда водотудова и как мои глаза ведут и как будто это то что между камеры как кирпич который был похоже правил я делаю я не поняла вот то что ты мне сейчас объяснила я ничего не поняла вот ты взял апельсин я его выжимал его нет я его взял и как будто он вместо кирпича как подожди ты взял настоящий апельсин настоящий апельсин взял настоящий апельсин дальше что учился его воспринимать как будто его нет у меня но чтобы я например его воображение у тебя есть мозг тебе был скорее всего говорил ты дебил вот он у тебя апельсин в руке зачем ты это делал если ты берешь воображение то есть ты взял я хочу почувствовать вес апельсина до память физических действий называется вот ты его взял почувствовал как он весит почувствовал как как у тебя пальцы стоят на апельсине положил апельсин в таком случае потом ты воображение воображение берешь апельсин рукой смотришь пальцы точно также стоят и вот ты положил апельсин это другой вопрос ну так же без руки потом я делаю с рукой с рукой только с воображаемым апельсином сейчас вот это хорошее упражнение кстати память физических действий то есть потому что он хлебею об, где здесь у меня уже очищенной в ногах, а также у всех все Reedled signal не учиться, у меня новости такой тип в구ц труп logistics сейчас по вопросу то есть эли empresas Другое место. Сначала взяла настоящий кирпич, потом взяла ненастоящий кирпич, воображение уже. Но постаралась ощутить вес, где какие мышцы работают при этом, когда я держу этот кирпич и куда я его кладу. То есть мышцы какие задействованы, работают. Вот я взяла стакан, какие у меня мышцы напряглись. Вот здесь у меня мышцы напряглись, лопатка напряглась, на спине мышцы напряглись, пальцы напряглись, особенно мизинец поддерживает, положила. Соответственно, я беру кружку, стакан, и у меня те же самые мышцы напрягаю. Вот у меня кружка воображения стоит, где я его держу, и я ее ставлю на место. Понятно, память чизнические действия упражнения называются. Ясно? Ну, можешь дома самостоятельно поделать, если хочешь. Если тебе домашнего задания мало, то можешь это еще поделать. Потом можешь взять прямо этот апельсин и почистить. Я тебе скину видео, девочка-китаянка, она прямо воображение очищала этот апельсин и ела отрывок из фильма. Вот, шикарно, гениально сделан. Я тебе вышлю, посмотришь. Ладно? Хорошо. А это может быть план Б? Ну как, есть А, Б, С, А, Б это перед камерой, С это стенка? Нет, это здесь совершенно другое. Здесь ты работаешь со своим телом. Здесь совершенно воображение тела. Мышцы, воображение и тело. Это нет, это не путай. А, Б и С. Б зона, это когда ты работаешь на камеру. Понятно? Да, понятно. То есть камеры, когда взаимодействуешь, это у тебя зона Б. Когда ты взаимодействуешь. И вообще это упражнение, выкинь их из головы. Это упражнение, это мы развиваем себя. Понятно? Все, сейчас я тебе скину два видео и скриншотики. И у меня в час занятия. Давай, мне еще поесть надо успеть и отдохнуть от тебя. Давай, пока-пока. До понедельника в 10.30 жду все видеоработы. Хорошо? Ага, а в 11 начинаем, да? Да, в 11 начинаем. Все, пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.